Ребят, всем добрый день! Ну, я не раз говорил, что работаю, когда за рулем, очень часто слушаю Вести ФМ, там разные программы совершенно. И там есть программа такая от Микояна до Микояна. И знаете, вот, блин, не всегда слушаю с удовольствием, смотрю, что за тема и кто участник. Но бывает, приглашают очень хороших людей, участников, которые говорят, интересные точки зрения преподносят. Но вот этот, блядь, Мамиконян, вот он прям меня вымораживает. Вот это вот так он говорит, мерзко прям как-то. И постоянно одно и то же он говорит. Вот это продукты передела, продукты переработки передела, блин. Вот это какие-то непонятные из села Аула какие-то, блин, вот эти, блин, термины, блин. Я понимаю, есть такой термин, но у нас есть переработка передела, блин. И вот это мы такие термины какие-то вставляют, русско-древние, блин. Вот это какое-то поветрие у них, не знаю что. Так сегодня я слушал, там тоже про пользу и вред углеводов, жиров, белков, там подобное было. Так он своему гостю программы, не своему, а гостю программы, он как участник там, этот мамиконят, блин. Он не давал сказать, он открыть рта, он его перебивал постоянно. Тот какие-то хотел нити вот вставить, мысли интересные в программе, он его постоянно перебивал. Сейчас я вот вставлю коротенькое видео, что я успел записать. Растительных масел, норма 12, а по факту, я думаю, потребляется 25, потому что в личном потреблении не учитывается производственное потребление. Значит рекомендации, Андрей, вот вы можете в связи своих студентов тоже проводить эту работу, и ваши рекомендации привести. Если есть у вас научные лаборатории или сотрудничество с другими центрами исследований, тоже это довести. И раз за разом, когда мы будем говорить о том, что растительное масло очень полезно, но не надо в два раза больше есть, вы это можете говорить. Давайте перейдем к углеводам. Крупа нормальна? Крупа, смотри какая. Нормальна или ненормальна, должно определяться для каждого человека лично. В идеале каждый должен взять и померить гликемический индекс свой, померить на белом рисе, и я предположу, что там хорошие дискачки. Да, он должен оставить работу, чтобы пойти, мерить свои... На гречке. Он молодой человек, здоровый молодой человек. Если он хочет жить долго, качественно, счастливо, мы обращаемся к началу, то он должен, конечно же, он должен это сделать. А нельзя просто иметь таблицу. Последние 30 лет. Вот. И человек говорит нормально, обоснованно. Он преподает и работает в Ранхис или где-то еще, в общем. То есть человек образованный, понимающий, о чем он говорит. А этот, блин, непонятный, блин, вот этот, мамиканян, вот он гнет свою палку какую-то, типа он пуп земли. Ты не пуп земли. Человек пришел к тебе раз в программу, дай ему высказаться, а он перебивает его, перебивает. Начинает вставлять свои какие-то термины глупые. Прям вот бесит реально вот иногда, и хочется вот так поговорить. Потому что вот хотел зайти в смотрим или где-то комментарий написал, закрой рот, блин, уже свой и дай сказать человеку нормально.